В Подмосковье вступил в силу закон о регистрации домашних животных. Также вступило в силу постановление правительства региона, которое определяет порядок регистрации. Документы направлены на то, чтобы увеличить ответственность граждан за своих подопечных, сократить численность бездомных животных, а также помочь в поиске потерявшихся питомцев. 1 сентября 2023 года все домашние животные должны будут пройти регистрацию. Это постановление и утверждение как раз и делается для того, чтобы уменьшить количество бездомных собак. Регистрация собак является обязательной и бесплатной. Пройти ее нужно в течение 14 календарных дней со дня достижения питомцам трех месяцев. Собаку старше, которая уже находится у владельца, можно зарегистрировать в течение шести месяцев. Мария Сурова рассказала, что готова зарегистрировать свою любимую собаку Молли. У меня есть собака, зовут Молли, три года. Я узнала о законе буквально вчера. Ну, если нужно, придется чипировать. Наличие чипа у собак является обязательным. Если чипа нет, его установят, но владельцу придется оплатить процедуру. После регистрации питомец получит индивидуальный номер. В одной из химкинских ветклиник рассказали, как проходит процедура чипирования. 12 миллиметров максимум в длину и миллиметров ширину до двух. Получается, что вводится он в фолку или в левую лопатку. Сам чип, какая информация на чипе? Номер, что означает? Первые три цифры – это страна. В нашем случае 643 – это Россия. Следующие четыре – это производитель. Кто его производит? Николай Украинец отметил, все чипированные животные будут привиты от бешенства. Положительное влияние в этой сфере будет, во-первых, животные будут идентифицированы. Мы будем знать, когда мы найдем животное, грубо говоря, на улице, мы будем знать, что с этим животным. Если оно чипировано, оно должно быть чипировано, мы найдем хозяина. Записаться на регистрацию питомца можно с помощью электронного сервиса на портале региональных госуслуг. На сайте владелец животного сможет выбрать удобное время и дату посещения государственной ветклиники. В Химках она находится по адресу Нагорное шоссе, дом 9. На регистрацию нужно привезти животное, предъявить гражданский паспорт и ветеринарный паспорт питомца. Моя собака чипирована, я ее чипировала при покупке. Я полностью поддерживаю, потому что считаю, что хозяева должны нести ответственность за своих животных, тех, которых они взяли. Соответственно, это как-то минимально хотя бы людей обяжет следить за тем животным, который они приручили. Закон дополнительно определяет нормы выгула домашних животных. Так запрещен выгул собак на детских площадках, школьных, дошкольных и общеобразовательных организациях. Нельзя гулять без поводка и намордника в общественных местах. Предусмотрено требование убирать за питомцем во время прогулки. Самовыгул также придется забыть. Он разрешен только на территории, принадлежащей владельцу собаки.